Сейчас сложный, напряженный момент. Это все-таки сроки проведения. Как бы успеть с ремонтом скверов? Об угрозе срыва, а не о планах на будущее говорили чиновники три недели назад. Теперь все наоборот. Они ведут речи о будущем обновлении 40 городских скверов по 20 в год. География весь Красноярск. В каждом районе по 5-6 обновленных пространств. Больше всех повезло советскому. Там за два года отремонтируют аж 12 скверов. На самом деле было приятно видеть, что люди так откликнулись. То есть они живут жизнью города, заботятся о городе. Они понимают, что именно они выбирают. Например, выбрали сквер на Мирошниченко. Это ветлужанка. Кажется, он и так неплохо выглядит. А в планах детские спортивные площадки, озеленение, свет и новые газоны. Дорожки уже повыбились. Где-то красоты какой-то все равно не хватает. В любом случае. Гуляют здесь много же. Мамочек, особенно с детишкой, много кто гуляет. Бабушки гуляют, в мамочках отдыхают. А вот другой пример. Ему обновление точно нужно. Посмотрите, какие-то провалившиеся бордюры, лужи вон прямо посередине и фонари. Они есть, а света нет. Здесь на Копылова план такой же. Дорожки, игровая площадка, зелень, освещение и Wi-Fi. Красоты добавили бы, чтобы было проезжаешь. Не просто вот голый участок с асфальтом, как у нас везде. Зелень, может, каких-то деревьев красивых. Клумбы сделали бы. Вот, примерно так. Но этот год показывает, все может быть не так просто. Проблемы были в нескольких местах. Сквер Калининский начали только в середине августа. Сквер фестивальный был готов лишь на четверть. Главе города Сергею Еремину даже пришлось учить чиновников, как подгонять подрядчиков. И главам еще сразу хочу сказать, здесь тоже личный контроль. Все проехали, быстро все посмотрели, отфиксировали, где кому хвоста накрутили, все, работа пошла. Причиной проволочек власти называют позднее подписание контрактов, соответственно, долго ехали материалы. Но подрядчики все успеют, обещают в департаменте горхозяйства. В скверах работа идет, сейчас серьезно подтянулись подрядчики. И контрактные сроки у них конец октября. Ну, где-то работы тормозятся по объективным причинам. Например, в сквере на улице Краснохлотская там серьезные у них проблемы с сетями. И еще один большой вопрос на следующие два года. Научатся ли чиновники и подрядчики проектировать, согласовывать и закупать все заранее? Ведь сквера в плане будет в два раза больше, чем сейчас. Михаил Леницев и Иван Марков. Новости Прима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова